Магомедович, могу минутки три занять эфиром? Давайте, давайте, я же для вас. Нет, у меня не то что вопрос, у меня отзыв, да? Отзыв – это перст, но первая причина. А вторая причина – я со своим другом, у которого схожие заболевания, ДЦП, логоневроз, стеснение, зажатость и так далее, и так далее, и так далее. Мы здесь с ним очень схожи в этих проявлениях. Мы с ним сегодня поспорили на интерес, да? Что вот я, человек, который применяю ключ один уже года три, да? И он, человек, которому я не три года, но два года, твержу о том, что есть методика простая, да? Уже бесплатная была на то время, да? Которая поможет тебе и мне, помогает и тебе поможет раскрепоститься, снять зажатость, уменьшить головные боли, в каком-то смысле исправить осанку, да? Ну, то есть плечи назад, грудь вперед. Будет заикание меньше, и так далее, и так далее. И вот мы с ним сегодня поспорили, что если я выйду в прямой эфир, да, ну, то есть создам для себя заведомо ситуацию волнительную, да? Когда у меня обычно, ну, когда мне нужно было выступать в школе, в техникуме, да, у меня было страшное заикание механическое, да? Когда у меня краснело лицо, у меня были ноги ватные, тяжелые. Я сбивчиво говорил, я забывал там, что хотел сказать, и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы с ним поспорили, но он интересен, что если я выхожу в прямой эфир, да, ну, с каким-то вопросом, речь, 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 или в данном случае с отзывом, то он, хочет он или не хочет, дает мне слово о том, что он себя переосилит, посмотрит вебинары бесплатные, да, где в том числе вы дали полную и исчерпывающую информацию по разгрузке, перезагрузке и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, Семен, я свое слово выполнил, я спор выиграл, ты проиграл, что теперь на правах проигравших ты должен выполнить данное мне слово. А вторая часть будет полезна вот именно для новичков, которые первый раз, особенно для тех, кто, если вот остался среди этих 28 человек, да, которые сейчас у нас в зуме, для тех, кто не очень здоров, да, но по каким-то причинам. У меня ДЦБ, детский церебральный паралич, с детства все, родовая травма, мне сейчас 33 года, заикание, логоневроз и много сопутствующих заболеваний. С ключом я познакомился первый раз, я познакомился в 2013 году от не менее уважаемого мною человека, который Хосе Магмедович тоже знает, Алексеев Анатолий Ефимович и его программа «Помоги себе сам». Химинах оттуда, от него, от Анатолия Ефимовича узнал, вот, ну, как поправить свое здоровье физическое, да, ну, то есть уменьшить последствия, ну, ДЦБ, уменьшить спастику, головные боли, выровнять давление, потому что был жутким гипотоником, да, выровнять положение пространства правой ноги, потому что изначально у меня вот правая нога была на 10-15 минут стояла, вот такая вот была спастика, да, ну, вот, и вот в 2013 году, я помню, что первый раз, вот, как я запомнил, услышал о методе ключ, саморегуляции и так далее, и так далее, и так далее. Тогда я значение этому не предал должного, да, в том же 2013 году я ездил к Хосею Магомедовичу на личный прием в Москву в Центр защиты от стресса, вот, Хосе Магомедович потратил на меня часов 6, наверное, да, дал лично те приемы, дал дополнительные, которые касаются им химии на меня, отсеял все то лишнее, что мне не подойдет, но то, что я подчеркнул из его книги, вот, все, вот, это был 2013 год, и вот до 2015 года, ну, года до того, как я поступил уже в техникум, у меня, я выполнял, я выполнял почти все то, что мне говорил Хосе Магомедович, но я делал одну главную ошибку, я ждал результата, ждал результата, когда же будет эта нирвана, пустота, почему она не наступает, и так далее, и так далее, и так далее, я подбирал движение, но того вот раскрепощения, снятия вот, ну, не то, что головной боли, потому что я человек депрессивный, и вот, как это называется, зацикленный на каких-то проблемах, ну, вот, когда какая-то проблема нерешенная, или за одной из задачи, может, ну, может, все мое внимание и силу, энергию, ну, поглотить, вот тогда я делал, это было 2014, получается, ну, 15, но не получается у меня, потом я понял, я делал ошибку, да, вот, я ждал результата. В 2015 году я это понял, стал делать повторяющиеся, механически повторяемые движения, ну, то есть разгрузка у меня стала получаться, ну, когда я стал ее применять, я помню, у меня есть два примера эффекта от разгрузки и хидиорефлекторных приемов. Первый, короткий, это когда я уже себя загнал в жуткую депрессию, депрессию, да, как, ну, когда там жить, а жить не хотелось и так далее, и так далее. И я за три, на третий день выполнения разгрузки более двух часов, вот, в первый, второй, третий день, я помню, что на третий день я это стал называть, я перебил на третий день хребет депрессии, когда я уже, ну, как я это еще фигурально описывал, что вот эти тучи черные, да, вот они, ну, как бы стали растворяться, и лучи солнца стали пробиваться, да, когда я уже, когда я еще мог, ну, не то, что думать, о чем дух, но я хочу думать. Это наступило там на шестой, седьмой день, но уже с третьего дня у меня уже появлялся аппетит, и у меня появилось, ну, а не то, что желание, а силы, да, вот, ну, пойти привести себя в порядок, ну, побриться, помыться, навести порядок в квартире и так далее, и так далее. Это вот начиналось, да, вот, ну, с третьего дня, там, четвертый, пятый, шестой, если я продолжал делать, а не останавливался, я уже выравнивал себя в ноль в свое нормальное, в их эмоциональное состояние. И вот это вот, ну, вот первый пример, да, что сильную депрессию вот переламывал, ну, начиная с третьего дня. А второй пример положительной хистертики, более длительного применения разгрузки их и директорных приемов с элементами, как я уже потом понял, с элементами перезагрузки, это был 2017 год, я знал, что мне нужно будет, это был год выпуска в техникум, мне нужно было защищаться, ну, то есть преддипломная практика, я должен был быть в иной для себя обстановке на предприятии, это раз, второе, должна была быть предзащита и потом защита. Для меня это вы что, выступать перед людьми, да, перед преподавательским составом, перед моими одногруппниками, где в том числе есть женская аудитория, мне это, ой, блин, и так далее, и так далее, но я стал заранее делать до этого, я помню, что в течение месяца я делал разгрузку, хидералектурные приемы с элементами перезагрузки, и когда я уже мог думать, о чем я хочу думать, я представлял себе о том, что вот я выступаю, что у меня комка в горле нет, что здесь спазм мышц с горла снимается, что мысль в речевом центре мозга, что связи в речевом центре мозга восстанавливаются, и так далее, и так далее, и так далее. Я эту картину себе живо представлял в течение из того месяца, в течение трех недель, это точно, и в итоге я почувствовал, во-первых, я отлично сдал предзащиту, защиту, но еще до этого я почувствовал, что я легко, я гораздо легче мог начать, просто начать речь, обычно у меня есть такие буквы в алфавите, если я не начинаю, если с этих букв начинаются слова, то я начинаю буксовать, и так далее, и так далее, и так далее, как бы, а речь с пробуксовкой начиналась, вот, ну, я еще до предзащиты заметил, да, что вот я, когда подхожу к преподавателю, или к хеликсеримоднагруппникам, и так далее, у меня речь начинается, лучше протекает, легче и быстрее, да, вот, ну, вот, это, вот, то, что было на 2017 год, а уже вот сейчас, если брать последнее, ну, 20-й год, конец 19-го, ну, когда я уже стал участником школы Homo Futuros, посещать и платные, и бесплатные вебинары, я понял, что я полностью наконец-то понял разгрузку, что у меня по разгрузке вопросов нету, ну, то есть, я здесь себя считаю хорошим, хорошистом, и моя задача вот сейчас, она продолжается полностью понять, освоить и закрепить перезагрузку, да, ну, то есть, ну, когда я хочу прогнозировать желаемые, желаемые изменения в себе, в себе, в себе, в себе и в будущем, вот, и что касается вот сегодняшнего вебинара, я знал, что он будет, я знал, что я буду на нем присутствовать, но еще не знал, что у нас будет спор, с товарищем, я сегодня делал разгрузку, утром я стараюсь это делать, минут 40 я делал разгрузку, минут 15 идеофлекторные приемы, и где-то минут 20 вот перезагрузку, да, и немного, где-то минут за 10 до начала эфира, до 8 часов, я так же делал разгрузку, да, и что примечательно, это последняя минутка и все, мои коллеги сегодня заметили, мои коллеги, я работаю в женском коллективе, где в том числе есть молодые девочки, они заметили, что они, они подумали, что я вытел на работе кричительных напитков, да, потому что я был сегодня более, более, более разговорчив, шутил, смеялся, ходил в разговоры с теми коллегами, с которыми обычно у нас, ну, кроме здрасте, до свидания, больше ничего не, ну, вот ничего, вот ничего вот не бывает, да, потому что вот сегодня это шестой день, когда я, вот, шестой день подряд, там, не через день или через два дня, но на третий, вот, делаю их элементы ключа, разгрузку, идиориторные приемы, перезагрузку и так далее, и так далее, и я также с уверенностью, вот, не знаю, там, могу кровью печать поставить. Только где? Сейчас, помимо расслабления, я вот чувствую именно раскрепощение. Что я чувствую, что я когда просто хожу дома по улице или на работе, мне хочется раздвинуть плечи. Взгляд вперед, а не так, как многие идут мне навстречу. Они все смотрят, если они в телефон, то куда-то взгляд направлен вниз. А вот я за собой стал замечать, что цель там, цель впереди, и я тут тоже иду вперед, и мой взгляд вперед. И вот на этом я хочу закончить, что те эффекты, которые я перечислил, психологические раскрепощения, снятия, кстати, в том числе и физической боли. Вот сегодня я первый раз применил, у меня живот заболел, а на работе стало крутить. И я вспомнил, что Хосе Магминович говорил про массаж тут, но точки, в частности, вот ушной раковины. И я действительно 5-7 минут одной рукой, другой рукой вот так вот массировал, массировал, массировал. я заметил, что где-то на час спокойно у меня именно вот крутит и выкручивает у тебя желудок, кишечник, вот этого, вот эти боли сегодня ушли. Но потом уже я, конечно, пришел домой после работы и для перестраховки принял таблетки. Вот вот так вот поэтому со всей ответственностью перед новичками. И тебе, Семен, тоже говорю, что метод ключ Хосе Магминович работает на 100%. И вот этот видеоход отзыв, говорящий о преодолении страха, зажатости, зажатости, да, вот у меня вот нету тяжести в коленей, да, нету дрожащего голоса, но все-таки вот слабое сердцебиение, учащение сердцебиения я внутри ощущаю. Вот сейчас и когда вот знаю, что вот да, вот сейчас я вот выступлю, нажму кнопку там и попрошу, чтобы меня выключили в эфир. Все. Других вот проявлений, как раньше, да, да, вот с сжатости, с содержанности там, не знаю, там, холодного пота и ватных ног этого нету. И в этом большая заслуга Хрисая Магмедовича. Поэтому спасибо вам, спасибо вам огромное. Вот на этом я хочу закончить. Спасибо тебе огромное, прямо хочется тебя обнять, потому что ты такую полезную вещь сейчас им рассказал. Для тех людей, которые вообще не знают, что такое ДЦП, конечно, им трудно понять. Им, конечно, трудно понять, как понять трудно для тех, кто плохо видит, что такое хорошо видит. Как трудно понять что-либо, если ты себя в этом не чувствуешь. Конечно, трудно понять людям здоровым, что такое. О, Господи. но то, что ты сейчас рассказал для многих, которые понимают и у которых дети с ДЦП, это дает такой свет, такую надежду. Я тебе очень благодарен, что ты такую инициативу пройдел, взял, выступил. И пары, конечно, ты выиграл перед своим другом, и мы рады за тебя. Очень сильный парень. Благодарю вас. Кстати говоря, и сильный, и обаятельный, и духом сильный парень. Очень сильный духом парень. Я просто получил такое искреннее удовольствие от прослушивания этого текста, потому что я, как врач, понимаю, сколько ему труда всего это стоит. Сколько труда будучи в ДЦП и учиться, и вы сейчас выступите как сцероз. Молодец, поздравляю. Молодец. 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 Я просто хочу сказать друг. Молодец. Вот ради того как раз и хочется работать. Прямо вдохновение. Спасибо большое.